Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. У меня часто спрашивают, а где брать инвестиционные идеи? И сейчас я хочу вас познакомить с одним сервисом очень интересным, который я обнаружил недавно. Этот сервис в основном платный, но есть 11 дней бесплатного использования. Ну и еще одно неудобство — это то, что он на английском языке, к сожалению. Вот это английский сервис, но там есть акции российских компаний, сейчас вы это увидите. Давайте перейдем непосредственно туда. Сервис называется Simply Wall Street. Вот, вы его сможете найти. Вот он так выглядит, тут My Portfolio и так далее, но нажимаю на вкладку Discover — это исследовать. И здесь сразу investing ideas — инвестиционные идеи, которые есть, и среди инвестиционных идей. Дивиденды Rockstars — это значит, ну, которые лучше всего дивиденды платят. Unlowered high growth — компании высокого роста, которые обошли вниманием. Видите, мишка брошен. Вот, ethical investing — это этическая и этичная, значит, ну, там, в новые технологии, в современные. Fighting fit — не знаю. Insider trading — это на инсайдерской информации трейдинг. Renewable clean tech — это, значит, обновляемая и чистая технология, потенциально недооцененные, с высоким потенциалом роста. Space exploration — защитные активы, агрессивные стоки, агрессивные активы. Highly volatile small caps — значит, высоковолатильные, с горки на горку. Cheap stocks to avoid — дешевые активы, которые следует избегать. Consumer cyclical stocks — это циклические компании, то есть компании с ярко выраженной сезонной доходностью, грубо говоря. Consumer staple stocks и Top Asian stocks. Вот, ну, мне больше всего понравилось в данный момент о компании, которые обошли с любовью инвесторы. Давайте зайдем сюда. Вот. Russian love it high growth — российские компании, которые обошли вниманием. Это, посмотрите, как интересно, обувь России, Росагра и Сбербанк. Вот. И здесь по этим компаниям можно посмотреть аналитику. И аналитика в очень таком интересной форме. Вы видите, здесь диаграммочка такая. Value — это стоимость, future — это будущее, past — это прошлое, значит, health — здоровье финансовое и дивиденды, какие дивиденды платят. И, значит, здесь, ну, как круг и что в будущем ожидается. Вот. Ну, с чего начнем? Ну, давайте, вот я уже пытался только что снять, у меня не получалось. Росагра, давайте на Росагра и посмотрим. Росагра входила в число компаний, которые рекомендовали аналитики открытия. И, значит, по фундаментальным параметрам недооценена по потенциалу роста. Похожие компании — это Riman Healthcare, судя по всему, это в Новой Зеландии. Вот. Черкизова групп. Медлайф Кэр — это тоже, судя по всему, Новозеландская. Вот. Новости по стоимости компании, стоимости акций компании. И здесь различные, ну, скажем, вот, финансовые новости, да? Мы можем выключить, можем включить. Вот. Earnings Update. Что это такое? Значит, смотрим. То есть опубликован финансовый отчет без аудиторской проверки по первому кварталу 2019 года. Вот. Вот он здесь опубликован. А, ну да, так сказать, это я уже посмотрел. Вот здесь что у нас идет? Дивиденды. Были выплачены дивиденды. Вот. Вот. Были выплачены дивиденды за полугодие. И политика выплаты дивидендов утверждена. Ну, и так далее. То есть дальше смотрим. Market Performance. Положение на рынке. Evaluation. Посмотрите, вот такой раздел Evaluation. Третий. Вот мы сейчас находимся. Is Rosax the Unrevered Best? Является ли компания недооцененной компанией? На основании будущих позиций. Вот. И они говорят, что ожидание компании, ожидание стоимости компании в 1057 рублей, текущая share price, это стоимость акции 748, ну, почти 749 рублей. Потенциал роста 29,20%. Вот. Ну, и дальше здесь продолжается рост, оценки и так далее, и так далее, и так далее. Давайте перейдем к следующей компании. Следующей компании. Ой. Так. И следующая компания у нас будет какая? Обувь России. Обувь России. Вот. Это Public Stock, Joint Stock Company. Обувь России занимается производством оптовой и розничной продажей обуви, и франшизы обуви продает, и аксессуары, и сопутствующие продукты. Ну, продукция, в смысле, не продукты. Вот. Значит, соответственно, вот так менялась стоимость акций компании. То есть она падала очень здорово, сейчас находится на привлекательных уровнях, по мнению Simply Wall Street Market Performance. Валюэйшн. Посмотрите. Валюэйшн. Ожидают рост на 80%. То есть они считают, что компания очень сильно недооценена. Рост на 80%. Рекомендации покупать. Вот. Это цена основана на выручке. Цена основанная на потенциале роста. Цена основана на стоимости активов. Прогноз годовой выручки. Анализ. Выручка на одну акцию. Это вот. Это уже то, что было. А это то, что ожидается. На декабрь 2019 то, что ожидается. На декабрь 2020. И, соответственно, они линию провели. Дальше уже можно. Давайте к следующей компании. Интересно, что они наговорили про Сбербанк. Хорошая ценность с разумным потенциалом роста. Симилар компания. Похожие компании. Московский кредитный банк. Возрождение банк. И PayPal. Вот рост компании. И прямо здесь сплошные стратегические всякие штуки. Давайте посмотрим, что. Сбербанк собирается расширить операции в Хорватии. Сбербанк планирует закрыть Денисбанк. Это в Турции. Прямо сплошные инициативы. Сбербанк established a joint venture. Совместное предприятие с SOCAR. Это антипинский нефтеперерабатывающий комбинат. Значит, ну, то есть, короче говоря, Сбербанк развивается со страшной силой. Валюэйшн. Они ожидают роста на 33,88%. Сейчас 243 рубля за акцию. Ожидают 367 рублей за акцию. Вот. Симпли Уолл-стрит. И на чем основан этот рост. Вот. Ну, что я хотел сказать. Я хотел познакомить вас вот с таким интересным ресурсом, из которого можно брать информацию на 11 дней бесплатно. Ну, потом можно снова перерегистрироваться, наверное, и еще 11 дней бесплатно смотреть. Вот. Ну, один из ресурсов, который есть. Я надеюсь, что вам понравился этот сервис. Вы посмотрите и присмотрите с компанией Обувь России, Росагра и Сбербанк. Я думаю, что вы слышали про такую компанию, как Сбербанк. Вот. Ну, оставайтесь на моем канале. Поставьте, пожалуйста, лайк и колокольчик. Подписка с вас. На сегодня все. До встречи. С вами был Николай Юрьев.